Для диагностики используются различные трейсеры на основе самостатина, аналогов катаколамина и глюкозы. Для лечения используются трейсеры, которые омечены на тех же веществах, но в основном используются в лютец и другие препараты. Хотелось бы также отметить, что то, что вы увидите на ядерной медицине, только то и вы можете пролечить. По показаниям при использовании для нейроинокринных опухолей, это выявление первичного очага, ведь очень часто мы находим метастазы без вывода первичного очага. Также использование в выявлении метастазов, то есть стадирование и рестадирование. Также прогнозирование ответа на терапию, подбор пациентов для последующей внутренней радионокринной терапии, мониторинг эффекта и наблюдение за пациентом. Немножко по факту, в принципе я практически повторяюсь, нейроинокринные опухоли это более 2% на 100 тысяч населения, причем есть высокая тенденция к родству. Как говорил первый докладчик, если это, например, с 1973 года, то это 0,68%, если уже 2008 год брать, то это 2,48%, и 2015, последнее исследование, это более 5%. Наиболее частые локализации это кишечник, по кишечнику самые частые локализации это, получается, средняя часть, средняя кишка от первичной кишки, менее частые легкие и так далее. Ну вот по локализации еще раз хотелось бы уточнить, что средняя, получается, часть кишечника это больше всего опухолей, и также средняя часть кишечника они более всего метастазируют. Еще раз по происхождению, уже не буду повторяться. По дифференцировке бывают высокое и низкое дифференцированное, и по гормональной секреции это секретирующие и несекретирующие. Какими методами в ядреной медицине мы можем пользоваться? Первый метод это плонарная статография. Метод достаточно древний, в принципе хороший, потому что не то чтобы хороший, просто дешевый. Поэтому октериоскан занимает даже в мире сейчас одну из лидирующих позиций, но для этого фармакрепарата уже используется в мире не планарная статография, а эффект. Вот так выглядит эффект. Разница не очень большая по радиобиологии, все то же самое, но по методу получения изображения, разница в том, что это уже 3D изображение, и оценка более эффективна. И также чуть более новый метод это BAT. Следующий слайд. Вот так вот выглядит у нас сцентография. Как видите, достаточно много шума. Чем условлено то, что много шума? У нас детекторы здесь вот один, второй стабильные. Есть, кстати, с одним только детектором. Детекторы стабильные, картинка получается в 2D, никакой коррекции изображения, и, соответственно, ну и такое качество итогового изображения. Так, следующий пациент. Это у нас в области тимуса образования. Так, следующий пациент это эффект. Эффект это уже 3D метод. Здесь представлен метод эффект с коррекцией с помощью компьютерной томографии. Изображение значительно выше уже классом. И оценка тут уже зависит от того, какой трейсер мы подобрали. И ПЭТ-изображение тоже изображение 3D. Точно так же оценка, ну в данном случае это астронома, астронома, оценка будет зависит от того, какой трейсер мы будем подбирать. В принципе, хотелось бы еще сказать о том, в чем отличие комбинированного метода для этилерной медицины от монометода. При обычном монометоде, вот это вот, это изображение при монометоде, мы получаем большое количество артефактов в воздухе, на границе, сред и так далее. Все эти артефакты, они уходят, когда мы делаем коррекцию с помощью КТ-части. Ну и оценка от этого улучшается. Это может быть, ну там, например, при карциномии Меркеля и так далее, мы можем здесь ее просто пропустить, если тот выбранный препарат не позволяет нам давать высокую энергию и накопление в этом месте. По выбору препаратов. Хотелось бы отметить, что сам по себе сканер, это хорошо, но это точно так же, как вы купили аппарат МРД, полтора Тесла, и не умеете на нем работать, и не ставите никаких протоколов. То есть клиницист отправляет на этот метод исследования, врач что-то там фотографирует, и такие выходят результаты. Точно так же и в ядерной медицине. То есть от того, что у вас стоит в клинике Оффект или ПЭК, это еще ничего не значит. Главное право подобрать препарат. Ну, значит, конечно, потому что там разные классы детектора и так далее, но это не очень большое значение имеет. Так, по поводу подбора препарата. Основной препарат это на аналог оксомостатина, ну, самый базовый, например, оптриостан. Так же, если опухоль имеет низкий уровень экспрессии или низкую частоту их встречаемости, то этот метод работать не будет, фармпрепарат просто не будет связываться с этими рецепторами, соответственно, эффекта данной методики не будет. Можно использовать также различные метаболиты катаколамины и препараты на основе глюкозы. Соответственно, вот и вот. Например, вот мы видим сцентографию с технецией. В принципе, здесь на уровне позвонка можно увидеть накопление, но давайте сравним это с другими методиками. Это у нас МПЭТ, МПЭТ с глюкозой. Накопление практически нереально увидеть. И правильный подбор препарата, МПЭТ с натриевтором, ну, разница заметна. Так же мы можем увидеть, что если в данном случае мы бы определили только один очаг, то здесь мы уже нашли, как минимум, их несколько. Вот это все, это очаги. Так, по поводу различных препаратов. Могут быть базовые препараты на основе самостатина, и самостатиновые рецепторы, соответственно, могут быть у разных апокалий. И мы можем, например, увидеть, как банально это фиохромацитом. Ну, так казалось бы, если мы в книжке прочитали, что в менингиоме рецепторы самостатина есть, то следовательно мы и менингиому будем видеть. Нет, не так. Все зависит от того, какой уровень экспрессии. Вот, например, те препараты, ну, например, там, глюкхи, там, параганглиома, гастроинтестинальный тракт и так далее, высокий уровень экспрессии. Соответственно, мы их видим хорошо. И вот, например, те же самые образования, которые имеют рецепторы, но низкий уровень экспрессии, меланома, там, менингиома, мы их на препарате, который действует самостатинными рецепторами, просто не видим. По поводу подбора препарата. Кроме того, что мы подобрали хорошую основу, ведь препарат, он состоит из нескольких частей. Это то, что включается в метаболизм, или то, что взаимодействует с рецептором, и еще часть, которая метится. То, что будет излучать потом, например, фотоны, там, протоны и так далее. Вот эта вот часть, которая метится, она может быть разная. Вот препарат, например, один и тот же ДОТА, основа, и разные получаются метки, и, соответственно, разный результат. На галле 68 значительно лучший эффект. Так, это вот немножко табличка, которая может всплывать. Сколько используются препараты? Это те, которые уже в клинике, в принципе, есть. Также, вот тут три последних препарата. Это препараты, которые уже сейчас используются, но не во всех странах, там, утверждены. FDA и BRUT у них еще нет. Значит, как движется пациент с ней докрыт эндокринной опухоли? Делай СКТ или МРТ, потом препарат, который взаимодействует с самопостатинными рецепторами, и, следовательно, может быть вариант. Если это опухоль с, ну, есть уже гистология, есть уже индекс пролиферации, если он больше 10%, то мы можем сэкономить этому пациенту и сделать, например, на глюкозе. Или, если у нас, например, самопостатиновых рецепторов там немного, то мы можем сделать углерод 5HTP. Ну и клинические случаи уже пошли. Значит, у нас есть препарат Актрискан на 111 Индии и препарат на ЙОД-123. Пациент тот же самый, но на Актрискан мы еще видим метастаз в печени. То есть он в данном случае более эффективен. Но Актрискан наоборот есть очень много негативных моментов. Например, мы можем увидеть какое-то образование в кишечнике. Вот здесь вот это получается восходящее дело. И в то же время, через время отсканированный пациент, мы видим, что это был ложнопозитивный эффект, который часто связан с тем, что у пациента могут быть сокращения кишечной стенки и также может быть накопление в этом месте радиофон препарата. По Актрискану он может использоваться не только для диагностики, но и для контроля эффекта лечения. Например, пациент с метастатическим поражением до и после лечения лютеция. Так, сравнение Актрискана с ГАЛ-68. Он более предпочтителен. Казалось бы, основа одной и та же, взаимодействие с одними и тем же рецепторами, но энергия здесь намного выше. Детекторы совершенно по-другому расположены и воспринимают. И еще плюс здесь у нас получается однофотонная томография, а здесь у нас двухфотонная. Ну, то есть все вот эти факторы, которые я перечислил, они будут для ГАЛ-68 ПЭТ лучше. Ну и результат мы видим тоже как бы лучше. Так, по чувствительности различных методик еще раз проходимся. Это у нас Актрискан. Это у нас, ну, видно поражение скелета на технеции, но еще лучше видно его на ГАЛ-68. Так, вот это вот нормальное ПЭТ-КТ. Эээ, ПЭТ-КТ, это ПЭТ его часть. Значит, что мы можем видеть? В норме накапливается препарат селезенкой, мочевыводящими опутями и надпочечниками. Так, это уже патология. Это у нас получается феохромацитома. Так, это у нас образование в печени. Не стоит увлекаться фьюзенными изображениями, потому что мы можем пропустить метастазы. Вот это у нас фьюз. Те, кто, которые любят, особенно джиишную получается color table, потому что очень хорошо и ярко она отображает различные там образования метастазы. Но в то же время на стандартных получается изображениях мы видим еще несколько метастазов. Так, следующее. Это у нас ГАЛ-68 ПЭТ, это метастаз в лимфатический узел, в единичный лимфатический узел. Это у нас множественная неоплазия с поражением, получается, в головке, поражением лимфоузлов, поражением печени. Это у нас, получается, двенадцатиперстная кишка с поражением печени. Так, следующий случай. Это у нас, получается, кишечник с поражением печени и лимфоузлов. Следующий кейс. Это контроль лечения на ГАЛ-68. Мы уже видели контроль лечения на тряскане. Сейчас вы увидите, насколько наразительная картинка. До лечения у нас основной, получается, метастаз, основной опухоли-энтестинальный плюс поражение печени. После лечения у нас, получается, поражение печени полностью ушло и частичная регрессия по основной опухоли. Сравнение разных методик. Это у нас ПТ, ПТ-МРТ. МРТ, например, для метастаза печени очень важно делать делать ин и аут фазу Т1. Это Т1-градиент на эхо. На ней больше всего видны метастазы. Вот в данном случае, например, если мы делаем какое-то изображение с ин-фазой, вот у нас метастаз, и вот второй метастаз. Но на кота этого вообще не видно. Но, например, на ядерной медицине мы видим значительно больше, чем в. Следующий пациент – это пролеченный карциноид с метастазированием в шейные и верхнегрудные лентуузлы. Следующий пациент – это также МЭН с поражением, получается, в области щитовидной железы над форечником. Это, как пример, экспериментального препарата. Очень хорошо накопливается в костях. Значительно лучше, чем все технецы и так далее. И еще одна методика набирает популярность – это миксование препаратов. Получается, можно ввести не один препарат. Ну, чаще всего, там, на каких-то аналогах самостатина. А, например, если мы знаем, что эта опухоль, ну, там, по данным биопсии, она еще и какой-то, может быть, другой активностью обладает, то мы делаем препараты, которые наиболее прицельно могут отобразить ситуацию. Ну, в данном случае, например, вот это вот накопление, это захват, получается, самостатиновыми рецепторами, а вот этот метастаз – это накопление уже глюкозы. Метод один, получается, ПЭТ, просто вводится два радиопаромпрепаратора. И еще раз сравнение разных методик. Компьютерная томография – это диффузия МРТ, это у нас обычный аспект, извините, фьюжный аспект и фьюжный АИПЭТ. Ну, в данном случае, например, что интересно, что вот это вот образование, которое в печени, оно на диффузии полностью коррелирует с данными ПЭТ, но аспект не так хороший, ну, выводы. Значит, у пациента с нейринокринными опухолями, изображение имеет ключевую роль в пациенте, пациенты с самого основного заболевания, там, стадирование, оценки ответа на терапию и в прогнозе. Основные препараты – это такие, как ОКТРИОСКАН, но, который используется для эффекта. В мире сейчас уже вот эта планарная асцентеферфия или то, что чаще… Чаще она уже в них называется БОНСКАН, там используются только технецы, там, и больше ничего. И все остальное – это уже 3D-эффект. Следующие препараты, которые используются – это ГАЛЛИ-68. Он сейчас уже, если брать мировую практику, это второе место после ОКТРИОСКАНа. И дальше-дальше по убывающей. По поводу разных препаратов, можно еще также использовать, там, ФДГ, ДОПУ и так далее. Причем метить эти вещества можно с разными гвоздиками, в зависимости от этого. Ну, вот, например, ТЭЙТ, ТОК, НОК и так далее. В зависимости от этого, ну, вот, например, НОК была утверждена там в Америке там очень давно, там уже 20 лет, а ТЭЙТ, хотя она найдена раньше, она вот только в 2004 году, там, только АПРУФ, где и получила. Ну, это с лобби, в основном, связанное. То вот эти вот хвостики, они определяют то, насколько хорошо препарат может захватываться различными типами опухолей, если это, там, поджелудочная железа или стенка кишки, это одно дело, а если легкие, это другое. Так, ну, и по ядерной медицине. Субтитры подогнал «Симон»